Процесс ответа на эти вопросы – это апологетика. Но это не курс апологетики. Однако теология обязательно является апологетикой, потому что вы защищаете вашу теологию. Через пару минут мы узнаем, что Евангелие – это апологетические документы. Они защищают то, во что мы верим. Три основных вопроса. Если Ишуа – Мессия, тогда почему в мире такой беспорядок? И Мессия должен принести мир во всем мире, восстановить Израиль и народы. Поэтому евреи говорят – только посмотрите на этот мир, он не может быть Мессией. Вчера мы начали рассматривать этот вопрос. Сегодня и завтра рассмотрим еще один вопрос. «Как можно поверить в то, что Мессия является Божеством?» Это большой еврейский вопрос. И третий вопрос – «Что мы думаем об иудаизме?» Я имею в виду традиционный раввинистический иудаизм. На первый вопрос можно ответить двумя способами. Первый ответ – ответ классической апологетики. Мы не будем долго задерживаться на этом. Это абсолютно другой курс. Аргумент в том, что Ишуа исполнил пророчество Мессии. Это другой курс. Второй очень сильный аргумент в том, что Он воскрес из мертвых. Но обычно не дают второй очень важный ответ на этот вопрос. И все же это очень важно для мессианской еврейской теологии. И мы начали его рассмотрение вчера вечером. Давайте откроем скобки для этого ответа. Я бы хотел очень кратко рассказать о пророчествах. Это правда, что Ишуа живет предсказаниями пророков. Надеюсь, что вы не понимаете всех утверждений в Библии об исполнении Ишуа всех пророчеств как его предсказания. Это особенно важно в Евангелии от Матфея. Когда в Евангелии от Матфея говорится, что Ишуа исполнил пророчества, то это просто значит, что Он наполнил их смыслом. Поэтому нет пророчеств о том, что Мессия сойдет и выйдет из Египта. Но в Осии 11.1 сказано, из Египта вызвал сына моего. В контексте Осии 11.1 говорится об Израиле как о Божьем Сыне. Поэтому Матфея 2.15 цитирует эти стихи. Так же, как Израиль сошел в Египет, который был Сыном Бога, так же, как Израиль вышел из Египта, так же, как и Мессия, уполномоченный лидер народа, сходит в Египет и его вызывают из Египта. Это видно во многих пророчествах Матфея. Его назовут Назареем. Но в Танахе нет ни одного стиха, который бы указывал на то, что его назовут Назареем. Это исполнение значения того, что он является Нецар, ветвью Давида. Он будет свят, как Назареи. В буквальном смысле, он не был Назареем, потому что он пил вино. В принципе, это игра слов. Матфей говорит, что таким образом Ешуа исполняет смысл истории Израиля. Хотя он всходил на гору и так учил. Также важно понимать, что Ешуа исполняет пророчества. Его рождение в Ифлиеме, его мучительная смерть, его въезд в Иерусалим на осле. Все это было предсказано в буквальном смысле. Поэтому существуют обе эти части. Возникает вопрос, каким же образом Ешуа является Мессией. Если Он не принес Царство Бога в полноте, первые три Евангелия первоначально разбираются с этим вопросом. Прошлым вечером мы начали рассматривать ответ, который дают Евангелия. Евангелия утверждает, что Ешуа является Мессией. Он принес Царство, но не таким образом, как это ожидали, и не во всей той полноте, когда Он возвратится. Поэтому Евангелия доказывает, что Ешуа на самом деле принес Царство. Это новая неожиданная теология Царства. Вместо того, чтобы свергнуть римлян, Ешуа говорит, что Царство может стать реальностью, и оно началось в Его служении и жизни. Царство Бога, в соответствии со словами Ешуа, это место, где правит Бог. Это очень важно. Царство там, где правит Бог. Вы еще со мной? Там, где творится воля Бога на земле, как и на небесах, там и есть Царство. И Ешуа дает способность жить в Царстве Бога. Благая весть в проповеди Ешуа – это приглашение войти в Царство Бога и жить из Царства Бога. Поэтому послание Царства – это предложение полностью изменить жизнь. Ешуа предлагает нам трансформированную жизнь не только индивидуумам, но и он предлагает измененную жизнь в новом обществе Царства, в наших семьях. И во всех сферах нашей жизни происходит трансформация. Где мы видим правление Бога? Во-первых, в самой личности Ешуа, потому что он идеально подчинен воле Бога. «В мире такой беспорядок, где же Царство?» И ответ – «вот, Царство в этом человеке». Он приносит Царство, «Царство в нем». «Царство – это также круг Его последователей, Его времен». «Те, кто следовал за Ним во времена Его пребывания на земле, вошел в реальность Царства Бога». И после смерти и воскресения Ешуа восходит на небеса, посылает Руаха Кодеш, Святой Дух Бога. Что Еремия говорил о Новом Завете? «Бог напишет закон Бога на наших сердцах». Поэтому Езекиил говорит, что Бог вложит в нас Свой Дух. И мы будем слушаться Божьи законы и постановления. Поэтому где находится Царство Бога? «Царство Бога в обществе, которое приняло силу Духа Святого». Обществе, погрузившемся в Дух Святой. И с помощью этой силы общество сможет жить Торой Бога. Поэтому он сможет ответить на вопрос, «Где же Царство, если Он Мессия?» «Придите и посмотрите, община – это Царство Бога». Это подразумевает, что община верующих состоит из учеников. Они обучены слушаться все заповеди Ешуа. И они могут так поступать благодаря силе Духа Святого. И Царство Бога распространяется. Все служение Ешуа можно рассматривать, как демонстрацию двух вещей. «Я – Мессия». Это выражение очень важно. Он не провозглашает себя Мессией. Он живет такой жизнью, что на основании этого можно сделать вывод, что Он – Мессия. Это заключение Он держит в тайне большую часть своей жизни. И во-вторых, Царство пришло во Мне, в Моих последователях и в излиянии Святого Духа. «Как же мы можем знать, что Царство пришло в Ешуа?» Во-первых, потому что Ешуа учит Божией Торе в соответствии с Его совершенным воплощением Царства. Он учит Торию в соответствии с Его применением в Новом Завете. Он приводит Тору к совершенству. Это видно во всем учении Ешуа в трех Евангелиях. Особенно в 5 и 7 главах Евангелия от Матфея. Он подымается на гору учить. Что это значит? Моисей взошел на гору, чтобы получить Тору. А теперь Ешуа дает Тору с новозаветным применением. Впервые Он учит заповедям блаженства, которые на самом деле не заповеди блаженства. Я так не думаю, это неправильное понимание. Он перечисляет категории людей. Блаженны нищие, блаженны плачущие, блаженны гонимые. Иногда, если мы хотим быть благословенными, то мы должны быть бедными. Так мы думаем. А в Евангелии от Луки это не просто нищие, это нищим духом. Блаженны плачущие. Эти люди потеряли любимых. Если я хочу стать блаженным, должен ли я молиться, чтобы мне потерять моих любимых? Нет, Ешуа не это имел в виду. Это не заповедь блаженства. Он говорил, что состояние человека более не следует понимать в категории жертв. Царство приносит абсолютно противоположную судьбу. Поэтому, если вы бедны, то больше вы не являетесь жертвой бедности. Теперь Бог напрямую вовлечен в вашу жизнь, и Он обеспечивает вас. Если вы плачете, то Ешуа и Его Царство принесут утешение, и ваш плач превратится в надежду. Если вы алчите и жаждете праведности, то вы найдете праведность Царства. Если вы милостивы, то вас не растопчут из-за вашей милости, но вам будет оказана милость, ведь пришло Царство. Учение Иисуса обрамлено идеей того, что пришло Царство. Поэтому, когда вы входите в Царство, то вы уже не являетесь жертвой. Это очень важно. Иешуа говорит, что никто не может забрать у Него жизнь. Поскольку Он полностью подчинился воле Бога, то ничто не могло произойти с Ним за пределами цели любящего Бога. Если вы ходите в присутствии и силе Бога, ничего, кроме воли Бога, не произойдет с вами. Вот почему мы должны помогать людям и готовить учеников. Их воспитание, их история и семья не определяют их будущего. Бедность не определяет их будущего. Трагедии прошлого не определяют их будущего. Все определяет жизнь Царства. Если вы выбираете менталитет жертвы, тогда в вашей жизни не может быть силы Царства. Это четкий выбор, первое или второе. Иешуа продолжает. И проясняет, что пришествие Царства не означает исключение Торы. Откровение Моисея все еще является Божьим откровением. Ни одна йота не пройдет, пока все не совершится, в соответствии с планом восстановления Бога. Закон Моисея не уничтожен. Теперь закон Моисея применим в новозаветном плане. Поэтому мы не живем, как евреи, под руководством Моисеева закона, как до пришествия Иешуа. Но благодаря пришедшей силе Божьей теперь мы можем достичь праведности, которая превосходит праведность фарисеев и учителей закона. Это очень интересно. Иешуа говорит, кто научит малейшим заповедям, будет великим в Царстве Божьем. И кто нарушит, будет меньшим в Царстве Бога. И если вы изучали Евангелие от Матфея, то вы увидите, что существует три категории людей, представленные в контексте спасения. Четвертая группа не находится в контексте спасения. Первая группа – это праведники до наступления Царства Божьего. Исайя подошел бы к этому описанию. Иеремия, Осия, Амос и даже царь Давид. Иешуа говорил об Йоханане Крестителе. Что он был самым великим пророком после Моисея. Но самый маленький в Царстве Бога больше Йоханана. Он не имел в виду, что человек больше в отношении праведности или статуса перед Богом в Его Вечном Царстве. Но он больше в отношении привилегии. Поэтому ошибочно человек может научить непослушанию этим заповедям. Он все еще находится в Царстве, но в нем он самый меньший. И больше по привилегиям, которые есть у Иоанна Крестителя. Но человек, который великим в Царстве Божьем, учит, как применять все из Моисеева Закона. Когда вы изучаете, не обязательно это значит, что вы делаете именно так, как говорится. Это невозможно. Храма нет. Многое не соответствует действительности. Но у всего этого есть применение в смысле принципов. В некоторых случаях принцип подразумевает намного больше, чем сама заповедь. Например, Моисей говорил, если мужчина не хочет жены, тогда он должен дать ей разводное письмо, чтобы она была свободна и смогла выйти замуж за кого-то другого. И некоторые давали этому очень пространное объяснение. Если она сожгла тосты, тогда ее можно выгнать. Если тебе не нравится ее внешний вид, тоже можно ее выгнать. Но Иешуа берет слова Моисея и говорит, это было приспособление к слабостям того времени. А сейчас, поскольку пришло Царство Бога, то нет разводов. Я знаю, что мы можем говорить об исключениях. И, возможно, в Новом Завете есть несколько исключений по вопросу развода. Теологи спорят по этому поводу. Но основной упор на то, что в Царстве Бога нет разводов. И хотя Иешуа не учит этому, он делает особый акцент на проблеме рабства. Моисей требует хорошего отношения к рабам. Павел требует от верующих отношения к их верующим рабам, как к братьям и сестрам. Потому к концу первого века у верующих уже не было рабов. Им не нужна была новая заповедь, но они осознали, что Тора применима и в вопросах рабства, потому что в порядке Нового Завета рабство исключено. Так и было в общинах верующих. Иешуа учит более точному применению в Царстве Бога. Он учит, что дело даже не в том, убили ли мы кого-то, но если в нашем сердце есть ненависть. Нас уличат в грехе, когда в нашем сердце есть похоть, а не просто поступок прелюбодеяния. Хотя Моисей требовал клятвы перед Богом, чем точнее Тора, тогда мы исполняем все, что вышло из наших уст с или без клятвы. Закон Царства требует от нас любить врагов, чтобы идти второе поприще с римским солдатом, не давать нуждающимся ради похвалы, не молиться и поститься ради признания от людей. Заповедь Царства в том, чтобы не беспокоиться. Именно потому, что настало Царство, больше не следует беспокоиться по поводу обеспечения. Это заповедь. Иешуа говорит, Иешуа говорит, не заботьтесь. Кто из вас совершенно исполнил эту заповедь? Поднимите вашу руку. Вы никогда не беспокоитесь. Кто-то никогда не переживает? Только один человек. Все станьте учеником этого человека. На самом деле, нам не следует беспокоиться. Иешуа показал посредством своих чудес и исцелений и изгнания бесов, что принес Царство Божье. Это повторяется в синоптических евангелиях, но давайте просто откроем седьмую главу Евангелия от Луки. Потому что чудеса исцеления это демонстрация пришествия Царства. Поэтому это доказывает, что благая весть это реальное предложение войти и жить в Царстве Божьем. Это очень важно. Евангелие — это не просто молитва, чтобы попасть на небеса. Я знаю, что так его представляют евангельские и пятидесятнические верующие. Евангелие включает в себя надежду жизни после смерти. Но это не просто молитва, чтобы попасть на небеса. Это вхождение в реальность Царства и получение полного преобразования жизни. И затем воплощение этой трансформации. Вот Иоанн Креститель. 7 глава Луки, стих 18 по 20. Иоанн, призвав двоих из своих учеников, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти или другого ожидать нам?» Почему Иоанн задал этот вопрос? Потому что он был евреем. Он думал, что Иешуа является Мессией. Но он посмотрел на мировую ситуацию и подумал, «Ой, вей!» «Я в тюрьме!» «Я подверг опасности свою жизнь!» «Римляне все еще притесняют наш народ!» «На самом ли деле ты, Мессия?» И Иешуа говорит в ответ на эту ситуацию, «А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов и многим слепым даровал зрение». «И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Блажен, кто не соблазнится о Мне». Таким образом, Иешуа ответил, «Да, Я Мессия». «Да, Царство пришло». Вот почему вы видите все знамения Царства, но Царство не во всем своем своем проявлении, что вы ожидали. Исцеление и все остальное являются знамениями Царства. Но Царство еще не проявилось полностью. «Блажен человек, видящий сквозь свои ожидания, видеть пришествие Царства и не падает». 28 стих «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше Его». И еще один пример находим в 11 главе Евангелия от Луки. «Ешуа изгоняет беса из немого». 15 стих «Некоторые же из них говорили, «Он изгоняет бесов силою Вильзевула, князя Бесовского». А другие, искушая, требовали от Него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вильзевула изгоняю бесов». «И если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? «Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царство Божье». Подобным образом, Луки 17, 20. Читаем. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет царство Божье, отвечал им, не придет царство Божье приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот царство Божье внутрь вас есть». В 13 главе Матфея Ишуа учит о царстве Божьем, что оно придет видимым образом, оно реально, оно здесь, оно растет, и оно приведет к окончательному конфликту между добром и злом, даже к мировому конфликту. Ишуа говорит, что царство Божье устанавливается благодаря сеянию Слова Божьего. «Четыре различных сердца представлены в виде различного вида почвы. Царство полностью укоренится только в тех, кто полностью укоренился, как представлено четвертым видом почвы». То есть царство распространяется благодаря проповеди Благой Вести. Иногда, как только установится царство, сразу же будут посеяны плевелы. Это может подвергнуть опасности нашу способность видеть царство Бога. Растения царства Божьего будут расти рядом с растениями царства тьмы. Иногда их невозможно различить. Царство Божье похоже на горчичное зерно. Начиналось с малого, а затем стало одним из самых больших растений. Оно прорастает, как крошечное движение в крошечной земле на Ближнем Востоке. но оно растет и расширяется и наполнит всю землю. Если в тесто вы добавите лишь чуточку дрожжей, то в конечном итоге оно пропитает все тесто. царство Божье пришло. Оно пропитает всю землю. Царство Божье похоже на человека, который покупает поле из-за того сокровища, которое сокрыто на нем. Или же купец, покупающий одну бесценную жемчужину, которая стоит больше, чем все его земное сокровище. И царство, в конце концов, приведет к суду. в конце века Бог отделит плевелы от пшеницы. Бог соберет всю рыбу человечества. Они отберут хорошую рыбу, а плохую выбросят. в конце царство приведет к окончательному суду. После суда царство Бога будет утверждено во всей полноте. теологи говорят об учении Ишуа как пример проявленного царства. Царство, которое растет и затем приходит к своей полноте. об этом царстве они говорят как «уже» и «не совсем». Самый известный спикер по этой теме Джордж Ледд из теологической семинарии Фуллера который написал классическую книгу под названием «Евангелие царства». Некоторые из вас слышали о Джоне Вимбуре популяризировавшей учения Джорджа Ледда. Джон Вимбур понимал что теология царства делает нас харизматичными потому что исцеление знамения и чудеса это доказательство присутствия царства. Иешуа отсылает 12 а затем 70 учеников которые делают то же что делал он. Акцент царства в том что мы будем делать то же что делал он пока он возвратится. во многих частях мира где растет тело верующих происходит то же что делал Иешуа. Глухие слышат слепые видят прокаженные очищаются мертвые воскресают. бедным проповедуется Евангелие это происходит в Китае и Африке в Мексике и некоторых частях Южной Америки в Северной Америке но не так много в Северной Америке. Насколько много царства мы показываем другим? Мы показываем царство качеством и силой в нашей жизни. Я верю, что ко времени последнего Песоха ученики наконец-то это поняли. Да, царство Бога пришло. Оно в Ешуа. Оно в среде верующих, которые следуют за Ним. Царство проявлено видимым образом. Уже и еще нет. Но в конце концов царство придет во всей своей полноте. Думаю, что когда они вошли в Иерусалим в тот последний Песох, они верили, что царство тогда пришло во всей своей полноте. Они ожидали, что римляне будут свержены. Они ожидали войти в Иерусалим и захватить власть. Также они ожидали, что царство Бога установится во всем мире. Все народы обратятся к Богу. но Иерусалим арестовали, повели на суд, осудили. Хотя в соответствии с римским законом он не был виновен, он был обвинен толпой. Искусственно собранной. И кричали, распни его, распни его. И его распяли. учеников шокировал факт, что Мессия висел на кресте. Почему? Где царство находится сейчас? Царство это полное проявление в том, который висит на кресте. Даже ученики не понимали, что это царство основано на жертвенной любви. И полноценное проявление этой жертвенной любви это распятый Мессия. Это непонятно для еврейского народа. Идея распятого Мессии может показаться богохульством, неожиданностью, но таковой является любовь Бога. Пророки не учили, что царство придет в полноте. Также они четко не указывали на то, что Мессия будет распят. хотя это можно увидеть в Исайе 53 и 22 псалме. Но в еврейском обществе на самом деле это не понимали. Поэтому ученики думали, что их цель завершена. они не понимали, что распятый Мессия это ключ к установлению царства. И жертва Ишуа на кресте это вход в царство Бога. Понимаете ли вы, что мы не заслуживаем приглашения войти в царство Бога? Наш грех дисквалифицирует нас, но его жертва смывает наши грехи. Благодаря его воскресению мы обретаем квалификацию. Поэтому он нас приглашает. Поэтому крест становится входом в царство Бога. Он полное проявление любви, смирения, даяния. Вот где мы находим наше прощение. Но ученики смотрели на это событие как на конец всех их надежд. Как могли распять того, кто воскрешал мертвых? Хотя Иешуа говорил, что это было его величайшей честью. «Когда я буду вознесен, то всех привлеку к себе». Но ученики еще не понимали этого. поэтому мы читаем о двух учениках, вероятно, из семидесяти. после его воскресенья, свидетелями чего им не пришлось быть, в Евангелии от Луки, 24 главе, 13 стихе, в тот же день двое из семидесяти шли в селение, «Отстоящая стадия на 60 от Иерусалима, называемая Эмаус». Они разговаривали между собой во всех своих событиях. И сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой?» «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» И они объяснили, каким великим пророком и учителем был Ишуа. Представьте иронию, как они объясняли Ишуа о Ишуа. Он только подыгрывал им. Потом он говорит в 21-м стихе, «Его распили». «Его распили». А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. «Его можете почувствовать эту атмосферу. Мы надеялись на то, что именно он является тем одним, но его распили. Но некоторые женщины говорят, что он жив. Но они были в таком неверии, что они, ничего не дожидаясь, просто ушли. Затем Иешуа отвечает им в 25-м стихе, «Они смыслены и медвительны сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Иссаме». Когда он возлежал с ними, то взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза и не узнали его, но он стал невидим для них. Они, встав в тот же час, возвратились и рассказали о том, что с ними произошло. Затем Иешуа явился ученикам, «И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Это очень интересный поворот событий. «Если вы желаете принести царство в полноте, то очень восхитительно, что воскресший Мессия может проходить сквозь стены». Известный известный англиканский писатель 20 века Клайв Льюис сказал, «Ешуа не проходил сквозь стену, потому что он призрачен. мы неправильно смотрим на вещи. Воскресшем человеке находится больше вещественной реальности. И для воскресшей личности призрачной становится сама стена. поэтому он смог пройти сквозь нее. Они поднимаются на Масличную гору, смотрят на город. На горе напротив себя они видят храмовую гору. они видят великолепный храм. Они видят золотые ворота на востоке, в которые должен войти Мессия. И вот к ним приходит мысль. Теперь мы войдем в наше правление с воскресшим Мессией. Мы свергнем римлян, завладеем городом, и царство придет в полноте. И это после его воскресения, так? Поэтому они спросили его, «В это время восстановишь царство Израиля». «В это восстановишь царство Израиля». Это подразумевает то, что весь народ примет царство и будет полное восстановление. пророков в разуме. Понимаете ли, что у учеников есть эта идея пророков в разуме? что цель Бога это полное восстановление Израиля, народов и всего творения. И Ишуа отвечает им, «Только Отец знает время». Он говорит им возвратиться в Иерусалим, ожидать Духа Святого, и «И тогда вы будете Моими свидетелями». В Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до края земли. Пока они стояли там, Он поднялся на небеса. Ученики были просто шокированы. Они смотрели на небеса, просто застыли. «Затем пришел ангел». «Почему вы смотрите на небо?» У меня есть вопрос. «Зачем ангел задал этот вопрос? Знаете, почему? Вы знаете, почему? Что бы вы сделали, если были бы там? Если бы я поднялся и исчез в небе, то куда бы вы смотрели? хорошо, что ангел пришел. Вполне возможно, что они до сих пор бы там стояли. Ангел сказал, «Идите в Иерусалим и делайте то, что Он сказал вам делать». Поэтому они пошли в Иерусалим на праздник Шавуот, день дарования закона. Они вошли в храм. Господь показал мне это давным-давно. Дух Святой не сошел на 120, когда они были в верхней комнате. Но Он сошел на них, когда они были в храме. Вот почему собралось так много людей. Верхняя комната находилась в доме на узкой улице густозаселенного района. Там бы не смогло собраться так много народа. Кроме того, там не было водоема, где можно было погрузить тысячи людей. Но можно было крестить тысячи в миквод храма. Храма храма. Поэтому Дух святой сходит сильным ветром на верующих, поклоняющихся в храме. и реальность тела верующих, погруженных в Дух Святой, воплощается в древнем храме. Как храм мы были рождены в утробе древнего храма. Теперь происходит чудо языков, что соответствует тому, что я рассказывал о Вавилонской башне. Бог не убирает различные языки, и Он дает один язык. Но Он дает апостолам и другим апостолам способность говорить на различных языках всех собравшихся там евреев. Евреи и прозелиты. Все слышат благую весть на своем языке. Это удивительное чудо. Около трех тысяч человек присоединились к телу верующих после проповеди Петра. Ученики еще не понимают, что из себя представляют мировые миссии. Они знают, что в них есть дух, что у них есть способность творить знамения и чудеса, так же, как Ишуа. Они знают о реальности царства, в которой живут. Все это замечательно. Ишуа теперь понимают слова Ишуа «Ради вашего блага я должен уйти». Прежде чем Ишуа вошел на небеса, царство было там, где он был физически. но царство было ограничено. Образно говоря, он немного подтерся у них. И царство было ограничено. Когда приходит Дух Святой и исполняется пророчество Иои и Ива, теперь Царство Божие может быть везде, где собрана община верующих. Без особых ограничений. Ученики преждевременно развили свою теологию. Вот что они думали. Все, что нужно сделать, так это, чтобы Израиль принял царство. И когда Израиль войдет в царство Бога, тогда мы будем избавлены от римлян. Затем народы увидят истину. И царство Бога придет на всю землю. Вы скажете, ты можешь объяснить их образ мышления? Да, могу. Их теология была сосредоточена на евреях. И они не верили, что им следует нести царство Божье в народы. Потому все, что им следовало сделать, привести Израиль к познанию Бога. с удивительной точностью. Третья глава книги Деяний отражает эту теологию. Снова Петр проповедует Евангелие, что было после великого чуда. И потом в 17 стихе он говорит Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. И так покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет он вам предназначенного Ишуа. Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Теперь посмотрите на 24 стих. И все пророки от Самуила и после него сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии, вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Какую идею Петр пытается довести? Израиль кается и входит в царство Бога. Петр говорит еврейскому народу покаяться, чтобы Бог послал Ишуа. И тогда Он восстановит все, что было предвосвящено через устав всех святых пророков со дня сотворения мира. Евреи каются, Бог посылает Ишуа, все восстанавливается. И затем Израиль приносит благословение всем народам. В Твоем семени все народы земли благословятся. Вот почему в первых главах книги Деяний не видно никаких миссий в другие страны. Ни у кого даже не возникает мыслей проповедовать язычникам. Задавались ли Вы когда-то вопросом, почему так происходило? Из-за того, что они не понимали процесс. Они не знали, каким образом мировые миссии впишутся в эту картину. Если Вы подошли в классе к Петру и спросили «Петр, у меня есть вопрос». «Профессор Петр, у меня есть вопрос». «Почему мы не рассказываем благую вещь среди народов, среди язычников?» «Почему мы не распространяем благую вещь среди народов, среди язычников?» «Давайте их убедим войти в царство Бога». Петр почесал свою голову, погладил свою бороду. «Почему я должен это делать?» «Почему если только пару миллионов евреев примут царство Бога, Бог придет с такой силой и избавлением через Ишуа, то все народы придут к истине. Но если я иду к народам и пытаюсь их убедить, то на это может уйти пару тысяч лет. Не существует никакой миссии для язычников. «Самарянами все в порядке. У них есть немного общего с еврейским ДНК. Они не очень нам нравятся. Эфиопский евнух? Ну, Эфиопия это совсем другое дело. Понимаете ли, что эфиопляне уже имели некоторое отношение к евреям? Эфиопский народ массово обратился в иудаизм перед пришествием Ишуа. Узнайте об этом больше, если поедете в Эфиопию. Но к другим народам видеть, что Бог знает, что еврейский народ не примет царство Бога. апостолы апостолы видели пустые гробницы, они видели чудеса и знамения, они видели исполнение пророчеств, свидетельство его воскресенья. Было вполне невероятно, что еврейский народ не примет Ишуа. Вы помните тот день, когда вы были крещены и погружены в Дух Святой? Вы думали, что никто не сможет сопротивляться вашему свидетельству? Но они так и сделали, а вы были удивлены. Только посмотрите на то, что было у учеников. Даже пустой гроб. Посмотрите на чудеса, которые произошли с ними. Но еврейский народ сказал «нет». Они последовали за своими религиозными лидерами, которые из-за своей гордости и позиции сказали «нет». поэтому общее направление Израиля было не по направлению Ишуа, а от Его. Да, меньшинство приняло Его, но большинство не приняло. И большинство последовало за лжемесией, собравшим армию. Бог знает, что Израиль может исполнить свою судьбу благодаря подготовке тела исходатайев из всех народов, у которых будет достаточно любви и силы, чтобы Израиль принял своего царя. «Он использует язычников в качестве священников израильского народа». это его план. Еще это не так четко, но это увидите в послании к римлянам. Очень четко. Поэтому Бог смотрит на землю и говорит, кого избрать, чтобы понести благую весть язычникам. «Одна часть меня говорит, что апостол Павел стал естественным выбором. Он был римским гражданином. Он говорил на греческом. Знал Писание. Он был самым образованным иудеем, наставленным у ног Гамалиила. Хороший выбор. Другая часть меня говорит, что он наименее возможный выбор. Он ортодокс. Он законник. Он преследует верующих. Он стоит рядом, когда Стефана побивали камнями. он одобряет убийство Стефана. Я бы не выбрал его. А вы? Но Бог знает. Когда он идет в Дамаск, то сила Божья ударяет его. У него было видение Ишуа. Он собирается преследовать верующих евреев, чтобы привести их снова в Израиль для побитья и заключения. Ишуа говорит, Шауль, Шауль, почему ты преследуешь меня? Я Ишуа, которого ты гонишь. Я думаю, что в тот момент он очень испугался. ой-ой-ой, я все упустил. Видите? Ему дают указания пойти в Дамаск найти ученика, которого зовут Анани. Ишуа является ему в видении и говорит, Анания, у меня для тебя есть задание. Я приведу к тебе того, о ком ты можешь помолиться. И ты также расскажешь ему о призвании и его поручении. Хорошо, Господь, кто же это? Его зовут Саул из Тарса. О, нет, только не он. И приводи его сюда, он всех убивает. Не переживай, я позаботился об этом. Шауль приходит, его глаза открываются, его посвящают на то, чтобы нести благую весть и его погружают в воду, и теперь у Бога возникла проблема. Проблема Бая Гедала Огромная проблема. Как ученики примут миссию к язычникам? Бог говорит, мне нужно их убедить. Поэтому в 10-й главе Петр находится на крыше в ожидании ужина. Петр пытается молиться, но еда, которую готовит миссис Петр, так вкусно пахнет. Затем ему было видение с небес. Ребрышки свиньи, омары, креветки, так? Все, что мы не должны кушать, находится на том покрывале. Бог говорит ему, Петр, заколи и ешь. «Я никогда ничего нечистого не ел». Видение повторяется трижды. Петр заинтересовался, что бы это видение означало? Мазе! стук в дверь. Симон Петр живет здесь? вот он. Петр, нас послал наш хозяин, его зовут Корнилий. У него было видение, и он послал нас к тебе. Он правильный язычник, который поклоняется Богу. Петр говорит, «Вот что означает видение, я должен пойти к язычнику». Я так рад, что не должен есть эту еду. Конечно же, ты не это имел в виду. корнилия, поэтому он идет с людьми Корнилия в его дом в послушании Духу Бога и рассказывает им историю о Ишуа и его царстве. И пока он проповедует, Дух Святой сходит на собрание, и они говорят языками. «Ой-яй-яй! Что же это такое? То же, что было с нами на праздник Пятидесятницы. А теперь это происходит с язычниками. Ведь Петр еще даже не приглашал никого. В тексте Деяний сказано, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Перефразировка. А ну, быстро заходите в воду, вы уже приняли Дух Святой. Потому что Петр говорит, верите, креститесь, и вы получаете Духа Святого. Он верил, что во время проповеди Евангелия они получили Духу, и они крестились. Он возвращается в Иерусалим и ученики говорят, перефразировка, Петр, ты шо, мозгами поехал? Что такое? Ты идешь к язычникам? Они думают, что это станет препятствием распространению царства. Это компромисс с нечистотой. Петр рассказывает всю историю, как он попал туда. Они делают вывод, что Бог дал Дух Святой и язычникам. Они могут войти в Царство Бога, хотя еще не были обрезаны. Они не стали евреями. Они приняли тот же Дух Святой. А теперь пришли гонения. Верующие рассеяны. Некоторые из них идут в Антиохию. И некоторые из них проповедуют язычникам Антиохии. И язычники начинают приходить к вере. У Варнавы появляется идея, потому что он стал другом Шауля. Павел берет его с собой, потому что это его призвание и приводит его в Антиохию. И они проводят первое совместное собрание евреев и язычников. Поймите, В наши дни ученые говорят, что мы должны понять теологическую цель написания Лукой книги Деяний. Теологическая цель Евангелия донести его римлянам, а также определить взаимоотношения евреев и язычников в теле Христа. Потому вместе они соединены в общине. В то время, как евреи продолжают соблюдать еврейскую жизнь, а у язычников не было такого призвания и отождествления. Но чтобы просто объять всеобщие принципы Божьего Царства. Мы хотели бы продолжить с того места, где мы остановились в книге Деяний. Изучение теологии текста. Какую суть автор пытается донести? Иногда в семинариях это называют критическая редакция, чтобы узнать глобальную цель книги. Одна из целей книги Деяний это взаимоотношения между язычниками и евреями. Из-за ограниченности во времени я должен очень быстро изложить весь необходимый материал. Поэтому кратко о книге Деяний. Шаул и Барнабас проводят замечательное время в Антиохе. Это было before Хафед Ассад был там. Это было before Хафед Ассад был там. Он сегодня президент Сирии. Хафед Ассад его деда. Его деда Башар Ассад сегодня. Прежде чем президентом стал Хафри Ассад современный президент Сирии. Один из членов нашего совета директоров есть сирийский христианин. Я не могу сказать вам его имя, потому что оно должно храниться в тайне. Если узнают, что он имеет отношение к мессианским евреям, то... в Сирии в Сирии было намного лучше, чем наши дни. Они проводят замечательное время в Сирии, в Антиохии. Они поклонялись и постились. Бог сверхъестественно поставил Шауля и Варнау нести благую весть язычникам. Они пошли в различные города и были очень успешны. Также они достигли успеха во втором путешествии. Но это привело к противоречию. Такое понимание было у некоторых последователей Шоа. что невозможно войти в Царство Бога, не став евреем. По крайней мере, не в этом веке. Поэтому в 15 главе книги Деяний мы читаем Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев «Если не обрежетесь по обряду Моисееву не можете спастись». Это привело к острым дебатам. О чем не говорится так о дебатах и в еврейском сообществе. Некоторые группы евреев учили, что язычники могут иметь взаимоотношения с Богом без необходимости обрезания. Другие учили, что спастись можно только становясь абсолютным евреем. Мы не знаем, были ли такие дебаты не только среди верующих. Поэтому они собрали апостолов и старейшин и провели совещание. Этот собор был назван Иерусалимским собором. Как восточная, так и западная церковь называют этот собор первым экуменическим собором. Что мы имеем в виду, говоря «экуменический собор»? Это значит, что восток и запад принимают его. Например, Первый и Второй Ватиканские соборы не являются экуменическими, потому что Восточная церковь не приняла их. Было восемь экуменических соборов. Это очень интересно. Первый собор это Иерусалимский собор. Вопрос, возникший на том соборе, что делать с язычниками. На восьмом, последнем экуменическом соборе в 787 в 787 возник вопрос, что делать с евреями. На том соборе решили, что еврей не может быть последователем Ешуа, если только он откажется от еврейства и перестанет жить еврейской жизнью. Вы знали это? Это официальная доктрина последнего собора в 787 году. Это собор против этого собора. Субтитры Субтитры Субтитры